Сегодня же депутаты областного законодательного собрания определились с кандидатурой нового члена общественной палаты. Напомню, место там освободилось после смерти Марата Френкеля. Депутатам УЗС необходимо было выбрать своего представителя в палате. На место претендовали четверо кировчан. Кто, по мнению народных избранников, оказался самым достойным, расскажем далее. Граждане, имеющие особые заслуги перед Кировской областью, с такой формулировкой представители различных парламентских фракций представили своих кандидатов в общественную палату региона. Всего их четверо. Так фракция ЛДПР видит в палате Дениса Пырлога. Сегодня он возглавляет крупные автотранспортные предприятия области. Сам Пырлог считает, что в области сегодня много проблем с перевозчиками, в том числе с нелегальными. И нужно совместно с общественниками и властью решать эту проблему. Сейчас в нынешнем составе общественной палаты нет ни одного транспортника профессионального. А эта отрасль у нас ежегодно деградирует. То есть растет количество нелегальных перевозчиков, в связи с этим закрываются легальные перевозки. Уже пять районов области лишились своих маршрутов, поэтому ситуация будет только усугубляться. И либо мы сейчас боремся с этим нашествием нелегалов, либо мы руки опускаем и, в принципе, ожидаем, когда закроются все наши предприятия. По мнению депутатов Сергея Редькина и Павла Дорофеева, занять место Марата Фрэнкеля в общественной палате может экс-депутат городской думы и предприниматель Алексей Кузьмин. Ставка в данном случае на возраст и инициативность последнего. Мы считаем, что в общественную палату Кировской области должны входить в первую очередь активные общественные деятели. Именно таким является Алексей Кузьмин, который всегда проявляет свою активную позицию для развития нашего города, нашего региона. Поэтому именно, наверное, такие, как Алексей, должны представлять общественную палату Кировской области. Депутаты Федор Сураев и Михаил Скворцов предложили отдать вакантное место в общественной палате Валерию Турула. В прошлом он также депутат областного законодательного собрания 4-го и 5-го созывов. Известен своими оппозиционными взглядами, всегда уверял, что отстаивает интересы местных предпринимателей. А вы обратили внимание, что в законодательном собрании вообще нет комитета, который занимается экономическим развитием. Поэтому вот вопрос такой. А учитывая, что общественная палата имеет право законодательной инициативы в законодательном собрании, то можно соответствующие решения или проекты законов принимать и предлагать законодательному собранию. Ну вот смысл такой. Ну и наконец Николай Бусыгин. Его кандидатуру на членство общественной палате выдвинул депутат Владимир Яговкин. Бусыгин депутат с 20-летним стажем, являлся также замом председателя областного парламента. Коллеги Бусыгина считают, что его опыт пригодится общественной палате. Эффективнее будут решаться проблемы аграриев. Поскольку мы тесно взаимодействуем с комиссией общественной палаты по развитию сельского хозяйства и сельских территорий, то я думаю, что вот такой человек, он будет работать, скорее всего, в данной комиссии. Ну и мы будем осуществлять общее направление развития сельских территорий и агропромышленного комплекса Кировской области. В итоге депутаты областного ЗАГС-собрания сделали ставку, видимо, на опыт. Проголосовали за кандидатуру Николая Бусыгина. Ему, к слову, около 70. Как отметили законотворцы, оставшимся трем кандидатам, возможно, найдется место при формировании нового созыва общественной палаты. Продолжение следует... Продолжение следует...